Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал Катарина Влоги. Обычная жизнь в Германии. Вы любите вкусно покушать, но сегодня вы устали или у вас нет времени что-то приготовить? Тогда эта запеканочка для вас. Оставайтесь со мной и начинаем готовить. Итак, мои хорошие, открываем холодильник и достаем оттуда всё, что вы видите, всё, что у вас есть. У меня есть килограмм фарша куриного, морковка, куда без неё, она всегда есть во всех холодильниках. Также у меня есть капуста, а ещё я нашла маленькие три кабачка. Ну, если у вас нет, не надо. Возьму две картошечки и ещё я посмотрю, у меня мягкие помидорчики, два штучки, я их тоже использую, но это тоже не обязательно. У кого что есть? Итак, в фарш мы добавляем перец, соль, чили, специи и сухой чеснок. Также я очень меленько нашинковала капусту, нарезала её, то есть меленько очень. И измельчила в блендере две луковицы. Куда же без лука, я думаю, у каждого лук найдётся дома. Затем таким же образом измельчаю в блендере морковку и добавляю туда помидоры, чтобы оно лучше измельчилось. Вот, посмотрите, вот это всё теперь я отправляю также в свою чашку. Нарезала мелко картошечку и свои цукини. Всё, сюда же отправляю. В принципе, можно всё или в блендере, или на тёрочке крупной натереть. Теперь добавлю сюда яичко одно для связки. И также я добавлю сюда буквально три столовые ложки манки. Это тоже для связки, чтобы наша запеканочка не рассыпалась. Ну, а теперь самое время всё это хорошенечко перемешать. Посмотрите, какая красота, вкуснота. И всё это так быстро-быстро-быстро-быстро. Всё, быстренько я перемешала. Теперь отправляю на пергаментный лист. Вот так можно скатать тефтельками, кружочками, как хотите. Я буду просто всю массу эту выкладывать. Быстренько разравниваю всё. Вот так всё хорошо выравниваю. Выравниваю и делаю дырочки, чтобы быстренько, так оно быстрее припекается и хорошо. Сверху укладываю сыр. В сыр можно любой плавленый сырок укладывать. Я его прям разрываю вот такими большими пластами. Вы же можете просто натереть его на тёрке. Кто любит сыр, конечно, можно положить очень много сверху сыра. И будет очень-очень-очень вкусненько. Духовка уже разогревается, 170 градусов. И отправляю на 40 минут. И посмотрите, какая красота и вкуснота у нас получилась. Сейчас я его отрежу и покажу, как это вкусно. Он режется, как пирог. А как вкусно это в холодном виде, вы не представляете. Приготовьте этот рецепт. Вам он очень понравится. Особенно, если нет времени или неохота готовить. Вы только посмотрите на эту красоту. Как это аппетитно. А вообще, можно даже и на праздник приготовить. Гости это оценят. Дорогие мои зрители, кому понравился этот рецепт, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал. Ну, а мне уже не терпится отведать этой вкусняшки. Посмотрите, какая прелесть. Ммм, вкусняшка. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok